Я смогу только на дежурной части информации... Сообщите, сообщите, что если через час это не прекратится, если через час не прекратится, все видео будет в интернете. Я специально не выкладываю. Я не хочу никого поставлять. Но если беспредел продолжится... Успевайте. Какие ваши права? Прошу любить и жаловать. Я не виноват. Вы это выключите, пожалуйста, в моем присутствии. Ясно или нет? Ваши документы, пожалуйста. На основном нахождении на территории Российской Федерации я разговариваю... Подождите минуточку, мы не запутались. Я не виноват. Вопросы я здесь задаю. Мне дано право задавать вопросы. Что я и делаю. Я разговариваю нормально. Прошу любить и жаловать. Успевайте. Какие ваши права? Да? За что вы говорите? Есть документы с собой? Берегите. Берегите, поставьте. Беру же. Пишите жалобы. Пишите жалобы. Сначала вы ответите, понимаете? На каком основании вы жалобы собираетесь писать? На каком основании? Я еще раз повторяю. И что? Да, вижу, что особо женского пола. По внешнему призму, что встать и есть. Мои требования. Законы. Еще раз говорю. Вы обязаны. Я вам не обязан номер закона в интернете читать. Нет, не обязаны. Вы обязаны знать. Я не виноват. Это не ваше дело, кому я глядь воровал. Не ваше. Вас-то какое это дело касается? Я не виноват. Мне жаль, что вы плохо считаете. В случае, значит, отказа применить физическую силу. То же самое к этому гражданину. Пожалуйста, доставить. За выяснение личность. Вы задерживаете. Почитайте, значит, в комментарии. Будут оказывать сопротивление. Применяйте согласно закона. Кто, значит, в месте коворот, который внешне по порсу городу приклеит? Он по ориентировке подходит. Ваше хочу, будет жена на кухне выполнять, понимаете? Почему они прошли сюда недосмотренный миф? А что у него в сумке? Прошло в дежуре. Динамит у него там лежит. Он сейчас взорвёт на свет. Он мне сюда пенсии три года. Это обязанность, к сожалению. К сожалению, обязанность. Неправо. Я являюсь спецубъектом. Ботаника это так называется. Я не виноват. Прораку все и вы, и я по залогу. Я за все не ясно сказал. Вы что хотите? Я не знаю, а. Вот говорите, не кричите. Заместитель начальника УБД, значит, по городу Скорбук. Полковный Купель для службы, Глабускин Владимир Анатольевич. Я не виноват. Глабускин Владимир Анатольевич. Территория города Скорбук подведена на три части. Вы по очереди будете залешивать? Я чести прямую рад. По этой причине они доставлены сюда. Для установления личности. Для этого, пожалуйста, не исполняйте приказы министра. И устанавливайте личность. Что будет другого, чтобы я с ними, в последствии могут обращаться Иван Иванович. Уважаемые, пусть вам уважаемые. Понимаете, сейчас я не знаю, с кем я общаюсь. Почему они в служебном помещении, почему вы допускали, почему они не были досмотрены в конце концов, а? Вы выступите в дежурный чай. У нас на территории Российской Федерации, еще раз повторяю, законы, значит, граждан Российской Федерации действуют. Для проверки установления личности и этого гражданина. Будьте любезны, доставьте. Я не виноват. Ясно или нет? Это не ваше дело, кто мой взгляд воевал. Всем привет. Сегодня у нас интересная тема. Расследуем клан Бабушкиных. Он растет каждым днем. В ходе журналистского расследования удалось выяснить, что кроме отца и сына, оказывается, у них еще и жена, мать, еще и брат. В общем, четверо, как минимум, сотрудников полиции, которые носят фамилию Бабушкин, находятся в родственных отношениях. И это все называется управлением мафиозных бабушкиных дел ОМБД по городу Сургут. Так, предыстория. С чего все начиналось? Когда мы ходили в банк открытия, об этом есть видео, называется «Открытие Валентины» на канале «Сургутнадзор». Можете увидеть его. Видео прошлого года заснято в июле 2018 года. Предыстория. Значит, когда мы ходили в банк открытия, нашу машину блокировали две машины. Одна Росгвардия, а другая полиция. Они сначала были в бренджилетах, касках, с автоматами. Потом, ну, видать, лето, жарко, они каски и бронежилеты сняли, но автоматы при них были. Слушаем. Позвоните Бабушкину и объясните. Позвоните, подождите, вас как зовут? Извините. Извините, вас, я понимаю. Извините. Есть информация о том, что человек не приехал по повестке в суд, правильно? Извините, вас как зовут? Вы просто сейчас вот эти действия, если у меня нет никаких подтверждений, я понял, подождите, очень... Я за вас беспокоюсь, пожалуйста, выслушайте меня. Вас как зовут? Дмитрий меня зовут. Можно по имени, да? Как хотите. Дмитрий, позвоните начальству и скажите, что если через час я не выйду в интернет, и все мы не будем освобождены, все видео, что было отснято, будет выложено в общий доступ. Позвоните сами. Номер телефона начальника вашего. Я не знаю его личный номер телефона. Позвоните сами, сообщите, по рации. Сообщите дежурную часть. Если через час... То есть мне нужно поставить условия всего УВД с руководством? Нет, вы сообщите, вам же потом влетит начальство, понимаете? Если вы не сообщите, ваше дело сообщить. Я это, конечно, сделаю, потому что все мои передвижения... Сообщите, если это вот все продолжится, через час будет все выложено в интернет. Как нас избивают, как нас оскорбляют. Это наша самозащита. Там те вопросы, которые у вас были по каким-то судам и так далее, это же те, сейчас у вас никто не оскорбляет и не избивает. Если это все не прекратится, я же говорю, через час все будет выложено в интернет. Так это продолжается давление, у нас пятница буквально был конфликт, сами понимаете. Нет, это я все прекрасно понимаю, но пока вы мне не можете, бумагу предоставьте. Понимаете, говори, что у меня... Я, во-первых, не знаю, что у вас лично между гражданинами... Я вам объясняю серьезность вопроса, сообщите начальству. Я там никакого участия не принимаю, сейчас процедура простее некуда. Я понимаю, я вас прошу сообщить начальству, время идет, скоро час растетет. Начальство будет доложено через дежурную часть, установлено в порядке. Я понимаю, вы теряете время, понимаете. Вы не только свое время, но и время начальству отнимаете. Пожалуйста, пожалуйста, мы вас просим. В любом случае вы должны быть туда проехать. Вы сначала сообщите начальству. Вы сначала сообщите начальству и послушайте, что они скажут. Я уже объяснил вам, что есть административный суд. Административный суд может без гражданина пройти. Смотрите, какие три вопроса судьи, если гражданство безлимитной ответственности, что еще? А, трибунал. Просто в итоге все равно вам придется туда проехать. А если вы в курсе административного кодекса, то знаете, что такое статья 923. Вы понимаете, на меня было совершено нападение в этом ГОМе. Конкретно в этот ГОМ я не поеду. Поднимайте, значит, Ерохова. Он в курсе. Он ждет нас на приеме. Будем решать эти вопросы. Бабушкину сообщите. Что сказать? В целом тогда присутите мне, что у вас за правонарушение было. Потому что статью закона мне показали ваши действия гражданин, за которые вас прилетели. Я в полиции снимала видеозапись. Себя. В отделе полиции номер 3. В отделе полиции. Вы там по какому поводу находились? У нас забрали... Не, не, не. Мы пришли по обращению. Мы вызывали наряд полиции, а он не приехал 18-го числа. И нам позвонили, сказали, зайдите. Вот мы и пришли. А нас там скрутили лицом в пол, ноги кверху. Наручники. В общем, избили. Побои, все остальное, в камеру и так далее. Незаконные задержания. Протокол составили, не показали. Потом был суд, который не состоялся. Мне постановление даже не вынесли. Понимаете? Незаконное удержание было. Продержали 55 часов и выпустили. И при этом все мои вещи своровали. Без моего разрешения. В том числе и паспорт РФ. И все это зафиксировано. Посмотрите, Рохин, номер телефона. Сейчас я с секретарем сражусь, и я ему опять скажу, что опять то же самое происходит. Если у вас есть возможность этот вопрос сейчас решить самостоятельно, если мне с дежурной части все-таки сообщение передадут о том, что вас не доставлять, что розыск неактуальный и так далее, я, соответственно, вам всего доброго пожелаю. Я же вам объясняю ситуацию. Сообщите начальству. Я могу только на дежурную часть информации передать. Сообщите, сообщите, что если через час это не прекратится, если через час не прекратится, все видео будет в интернете. Я специально не выкладывал. Я не хочу никого поставлять. Но если беспредел продолжится... Как вы сами видели, мы предприняли все попытки по прекращению данного беспредела. Что случилось? У нас мало того, что 29 июня 2018 года меня и Евгения незаконно задержали на 55 часов, и Валентина с Натальей пытались нас вызволить оттуда безуспешно, так они еще вдогонку, после того, как мы незаконно отбыли задержание на 55 часов, то есть там было превышение на 7 часов, и оно признано прокуратурой, что незаконно нас удерживали свыше 48 часов, так они еще вдогонку решили Валентину подать в розыск. И вот мы вот этому беспределу сопротивлялись. И видео из налоговой, из ОМВД, как Бабушкин сам на себя наговорил, мы не выкладывали специально. Мы не хотели обострять ситуацию, и нам конфликт с ОМВД не нужен был. Но ОМВД по городу Сургуту решила иначе. Объявила Валентину в розыск, и мы сделали все возможное, чтобы пресечь данную ситуацию и предупреждали полицейских, что если в течение часа этот беспредел не прекратится, видео будет выложено. И видео было выложено, потому что нас в тот день, мы освободились вот после этого момента, где-то часа через три только, с большим трудом. А дальше смотрим видео, что Бабушкин сам на себя наговорил, как он сам себя наказал. Это за пять дней до задержания Валентины. Это то самое видео, которое я не хотел выкладывать, и о котором предупреждал, что оно будет выложено. Предупреждал по-честному, по-человечески. Меня не услышали, нас не услышали. И в целях самозащиты нам пришлось выложить данное видео, чтобы нам не приписали еще более тяжкие какие-то противоправные действия. Это видео из налоговой. Мы ходили получать выписку из Егрел на само налоговое. Оплатили данную услугу и пришли получать. На нас вместо этого вызвали полицию. Шесть полицейских прибыло, в том числе начальнику МВД, замначальнику МВД на тот момент Бабушкин Владимир Анатольевич. Сейчас он во всей красе сам представится и самоопределится. Слушаем. Подождите минуточку, мы не закончили сначала с одним делом. Я вас не отвлекаю, пока я попозже к вам. В смысле? Вот у меня сейчас есть вопросы. Я заплатил... Вопросы я здесь задаю. Для того, чтобы обеспечить порядок в городе Сургуте, мне дано право задавать вопросы. Вы на меня не повышайте голос. Я разговариваю нормально. Подождите ваши документы, подождите. А вы кто? Я заместитель начальника ОУД по городу Сургуту. А где у вас значок? Мне не положен значок. Я полковник внутренней службы. Бабушкин Владимир Анатольевич. Прошу любить и жаловать. Подождите, пожалуйста, я не ознакомился до конца. Это нарушение наших правов. Какие ваши права? Мы люди, живые люди. Да? За что вы говорите? Кроме того, что вы живые люди, вы граждане Российской Федерации. Тогда вы находитесь на территории Российской Федерации, обязаны соблюдать законы данного государства. Согласно законам данного государства, я требую определить документы. Есть документы с собой? Документы, еще раз повторяю, с собой есть? Вы меня слышите? Пожалуйста, вы наносите мне физический вред. Берегите, берегите, поставьте, беру же. Давайте, чтобы мы на вас не писали жалобы. Пишите жалобы, сначала вы ответите, понимаете? На каком основании вы жалобы собираетесь писать? Сейчас я вам все объясню. На каком основании? Мы заказали выписку. Заплатили за нее деньги. Подождите, минуточку. Потом мы вам объясним по нашим документам. Я сначала должен знать, с кем я разговариваю. Я с кем разговариваю? Вы разговариваете с женщиной, живой, Валентиной. И что? Дальше сейчас я вам объясню. Да, вижу, что особо женского пола. Вот смотрите. Видите? Я заказала выписку. Попросила, заплатила деньги. Мне здесь не читается абсолютно печаль. Вот как я могу этот документ, за который уплачены деньги? Попросите вам повторную простую печаль. Вот я прошу, мне ее не заплатят. И вы вообще как-то... Почему это фиксируется? Наши документы предоставляют. Они граждане нашей страны. Ну... Мы не граждане вашей страны. Сейчас мы покажем другие дополнительные документы. Попросила, с Российской Федерацией гражданина. Вы его получали? Мы сейчас покажем дополнительные документы. Дальше. Вот сейчас я попросила, поставить мне печаль. Мне ее не ставят. То есть нарушают мои права. То есть у всех у них есть, да? Нет, заявитель будет... Она является гражданой у вас. А вот это вот, что граждане? Я не знаю, группа поддержки. Вот мы вам сейчас это все объясняем. Поэтому, уважаемые... Тебе понравилось, что тебя назвали особей женского пола? Нет, мне это не понравилось, но я потом выясню это. По внешнему призму, чтобы так есть. Сам тот момент, что вот... Даже собранник полиции говорит, что мы могут поставить второй. Будьте добры, поставьте метки. Печать, которая будет читаться. Еще раз повторяю. Я говорю, тогда предоставьте мне какой-то документ, с которого вы регламентируете, чтобы я прочитала, что вы не можете поставить вторую печать, которая читается. Я же ничего незаконного не требую с вас. Я не желаю предъявлять на мои документы. То есть я платила денежные средства. Достаточно, пожалуйста, заявить за полицию. А там, граждане, пусть и ненаполонения требовались законы. Сотрудников полиции к вам будет предъявлено. Я хочу получить за то, что я заплатила... Законные требования покрепляются законы. Законные требования на территории Российской Федерации, каждый гражданин обязан иметь в себе. Я говорю, вы не делаете на ближайшем образе. Ваши требования незаконны. Мои требования законные. Назовите закон. Вы прочитаете это? Вы обязаны объявить. Номер закона. Еще раз говорю. Вы обязаны... Номер закона. Я вам не обязан номер закона в интернете читать. Нет, не обязаны. Обязаны пояснять. Не обязаны. Вы обязаны знать законы и исполнять их на территории того государства, в котором вы находите. Я не обязаны. А вот вы обязаны. Я вам называю, что... Вы все нарушаете кодексы административных правонарушений, статья 19.3. Вы клятву давали? Это не ваше дело, кому я клятву давал. Как-то не мое. Не ваше. Вы на службе? Вас-то какое-то дело касается, а? Вы в форме. Я вам предъявил удостоверение. Нет, не предъявил. Я вам предъявил удостоверение. Пришутся 50 человек. Нет, я не успел прочитать. Мне жаль, что вы плохо читаете. Как-то плохо. Пожалуйста, доставить отдел полиции номер 3. В случае, значит, отказа применить физическую силу. То же самое к этому гражданину. Пожалуйста, доставить. До выяснения личности. Вы задерживайтесь. В течение трех часов будем выяснять личность. Если нет, значит, будем устанавливать вашу личность. Время за это установление будет продолжено. Пожалуйста, я вам предлагаю добровольно пройти. Пожалуйста, я буду писать на вас. Пожалуйста, я буду писать на вас. Почитайте, значит, комментарии. Мне не нужны комментарии. Я живая женщина. А где есть словари в нашей стране? А мне не нравится. А мне не нравится. Вы у меня спросили, могу ли? А, кстати, где тот человек, который выживал нарядку? Он так и не вышел. Я считаю, это аскорбление. В отделе? От него будет заявление? Я не знаю, что будет. Можно объяснить. На каком основании нас вообще задерживают? Я вам основа права личности. У меня нет личности. Чего тут устанавливать? Антон, мы сейчас зафиксируем и напишем человеку. До этого у нас все помещения есть. Нету личности. Я живой человек. Мы напишем везде в прокуратуре. В нашей стране этого мало. И у нас международные документы, ты не забывай. Будем по международным стандартам разбираться? Вопросы нет, вы дают, они еще с горями его знают. Я не возражаю. Не-не-не, мы налоги платим, доставьте нас, пожалуйста. Если вы нас задерживаете, то доставьте нас, пожалуйста. Будут оказывать сопротивление, применяйте согласно закону. Да не надо никакой силы. Что вы говорите? Обратите внимание, на чем ездит замначальника управления ОМВД России по городу Сургута. А на чем ездят обычные полицейские? Что, куда садиться? Можно любой выбирать, да? Один оператор с там, один с нами кто-то. Вместе, вместе. В транспорте нельзя с ним снять, вы сразу помните. Только вместе. Или вы его опять не найдете? Он же к вам приезжал. Никто к нам не приезжал. Вас же вызвали. Вот на чем ездят обычные полицейские, патрульные. Нет, он же вас слетался. Понятно. Вот что в Сургуте. А вот на чем ездят начальники ОМВД России по городу Сургуту. Это у нас Toyota номер ОСО 00486. С личным водителем. Удобно. Взял, пешком дошел и все. Не то, что в Москве. Ну а дальше в кабинете. Добрый день. Что значит вместе поворот? Я еще раз повторяю. Вам вот этот гражданин предъявил, который внешне по поршню городу приклеит. Он по ориентировке подходит. Покажите ориентировку. Покажите ориентировку. Это вас сразу заинтересовать. Покажите ориентировку. Ориентировку покажите. Вы хотите читать, которые подлежат для обозрения не там. Я не хочу никуда ходить. Предъявите. Вы здесь говорите. Я хочу, будет жена на кухне выполнять. Понимаете? Выключите телефон, все же покоряю. Режим на помещение. Да, Ворон, это что такое, а? Я еще раз повторяю. Доставить вот этих нарушителей, которые, значит, личность которых не установлена. Вам нравится ваша работа? Мне работа нравится. Вас просто вам насколько уже объясняют, что вы можете понять. Почему они прошли сюда недосмотренную мип? Что у него в сумке? Почему он дежурит? Динамит у него там лежит. Он сейчас зальвет на всех. Там есть еще до пенсии три года. Вы на меня наговариваете. Давайте вы не будете кричать, и мы по-любски нормально вам говорим. Проходите с каждым дежурного суда. Я, кстати, тоже буду заявление написать. Мы все грамотные. Про свою бороду. Я как бы приклеен. Я сказал, если бы вы... А? Это досмотр? Я отказываюсь. Дежурного пригласите, пожалуйста, сюда инспектора по разбору. Еще раз повторяю. Вот эти два гражданина до сих пор не переделили документы. Пожалуйста, обращайтесь к ним как доставленный медь. Согласно наших приказов. Для этого необходимо их досмотреть. Записать в книгу доставленный. Ну, это превышение должно стать. Вы понимаете, что... Свои полномочия, слава богу, неизвестны. Ну, вы их превышаете. Это... Это ваше право. Это ваше право. Вы, конечно, превышаете. Это обязанность, к сожалению. К сожалению, обязанность, а не право. Вы делаете вашу работу, а мы будем делать свое. Ну, фиксируем. Фиксировать правонарушение будем... Хорошо, вы с какой целью сюда прибыли? Мы все вместе были. Вы меня сказали, я сказала вам, что мы с вами пообщаемся. Как это с какой целью? Вы же приказ отдали. Значит, написать заявление, подать. Я являюсь спецсубъектом, так как имею специальное звание. Я вам советую обратиться сразу в прокуратуру. Обратите внимание на портрет, который висит у него за спиной на стене. Такие портреты висят в каждом кабинете, во всех кабинетах ОМВД России по городу Сругут. Занечательное. Вот, если вы обижаетесь на женщину, значит, по внешним признакам я настаиваю до сих пор женщина. Не женщина. По-другому я не вижу. Нет, вы сказали на виде камеры, что я... Осыпь женского пола. В ботанике это так называется. Какой ботанике? А я похожа на эпиземную? В зоологии тем более. Я животное. Я человек. Животное. Рак и все. И вы, и я по зоологии. Вы хомо сапиаси. Существа разумные в переводе. Хомо сапиаси в переводе означается. Рак питательный. Ознакомьтесь. Существо разумное это называется. Нет, это рак питательный. Ну, вы по-своему понимаете. Мы с ним по-своему, если во школе неправильно изучили и обманули... Я же все не ясно сказал, что ли? Да вы что храпите? Я не знаю, а? Вот говорите, не кричите. Вот только что я сказал. Назвать подчиненных вы видите как угодно. Не вопрос. Но я не являюсь вашим подчиненным. Понимаете? На меня никогда. Мы не кричим мамам, не кричим родителям. Значит, уважаемая гражданка, я не знаю, как ваше фамилия и имячество. Вы тоже мне, кстати, паспорт не показали. Значит, у меня, значит, я вам представился всем, кстати, да? Заместитель начальника УВД, значит, по городу Сургуту. Полковник внутренней службы, бабушка Владимир Анатольевич. Отпоставление, покажите, пожалуйста. Мой прием граждан по личным вопросам осуществляется согласно расписанию по четвергам с 17 до 19.00. Назовите, пожалуйста, вашу должность еще. Я только что ее назвал. Я не успела нас присутствовать. Я не виноват. Ну, чего еще раз назовите? Ну, чего еще раз? Прочитайте. Придете в управление Министерством РУ? Ну, мы с вами по-человечески общаемся. Да, я по-человечески вас спрашиваю. Лавушкин Владимир Анатольевич. Это я знаю дальше. Должность. Заместитель начальника УМВД, УМВД большими буквами России. большой буквы. По городу Сургуту. Тоже большой буквы. УМВД России, по городу Сургуту. Я же представился. Нет, ну, вообще... Территория города Сургута поделена на три части. Есть управление, которое командует в семье. И три отдела городских отдела полиции. Дом, один, два, три. Вы во всех кто-то ходил? Я заместитель начальника управления. Есть управление, есть. Это общее. Но это мы пользуемся часы. Вы ходите, присаживайтесь. Даже не присаживайтесь, значит. Вы по очереди будете ходить, что ли? Я чуть не пойму, а? Вот там сотрудники ППС должны были доставить вот этого гражданина, вот этого гражданина, которые находятся на территории Российской Федерации, в зоне Сургуте, без документов, удостоверяющих личность. По требованиям сотрудника полиции они их предъявить не смогли. По этой причине они доставлены сюда. Для установления личности, понимаете? Для этого, пожалуйста, исполняйте приказы министра нашего. Внесите в книгу доставленную, распустите досмотр и устанавливайте личность. С того и с другого, чтобы я с ними, впоследствии, обращайте Иван Иванович, уважаемый, если он уважаемый. Понимаете? Сейчас я не знаю, с кем я общаюсь. Почему они в служебном помещении снимают? Почему вы допускаете? Почему они не были досмотрены в конце концов, а? Нам тоже интересно почему. Здесь уже нет предвзятых отношений. Пожалуйста, граждане, спустите дежурную часть. Вот вы и вы спустите дежурную часть. Евгений, достань свой документ и предъяви человеку. Мы все вместе. А на плане для доставления? В том, что он не предъявил себя. Вернее, не предъявил своему требованию. Народ, народ. А почему мы с ним предъявили? Валентина. Обратите внимание, Евгений показывает свой паспорт, но, несмотря на это, его все равно незаконно задерживают и 55 часов удерживают незаконно. Личность они элементарно могли установить, но им это не надо. Им нужно просто по беспределу задержать человека. Указания должны свыше. Нас хотят разъединить. Мы все вместе? Нет, все вместе. У нас просят вниз спуститься. Пойдемте. У нас, уважаемые, у нас на территории Российской Федерации, еще раз повторяю, законы, значит, граждан Российской Федерации действуют. Хорошо. Давайте поговорим. Должны были своевременно. А теперь... Подожди. Подожди. Вот эти защиты не отвечают за меня. Что? Последний листочек почитайте. Вот последний лист почитайте вот этого документа. Здесь он прописан. Документ можно у вас? Последний пункт. Покажи. У нас есть. Тогда мы еще не знали, что такое дежурная часть. А это обезьянник, это побои, то есть там видеокамер нет. Там с тобой сделать могут все, что угодно. Если бы я знал, если бы я тогда знал, что такое дежурная часть, я бы, конечно, туда не пошел. Я бы... Мы бы начали звонить прокурору, там, я не знаю, кому угодно. Хотя и сейчас понятно, что прокурору бесполезно звонить потому что прокуратуру Сургута прикрывает, ОМБД Сургута. Но тогда мы еще не знали, что такое дежурная часть. Какие там запахи и какого цвета там бывает пол. Обычно красного. Для проверки, установления и этого гражданина. Вы-то любезы, доставьте. Урожай, мы пройдемте со мной. А с чего взяли, что я гражданин? Пойдемте, я пройдемся вместе и потом начальника попросим. Еще раз просмотрим. Пойдемте со мной. Сейчас, подожди. Здесь снимать, друзья. Пошел, тебе камеру выключить. Почему Бабушкин разговаривал таким образом? Ну вот так, нагло, дерзко и не стесняясь совершенно на камеру сам себя, как говорится, компрометировал. Это мы поняли намного позже, когда нами вдруг заинтересовался отдел Т. Это отдел по борьбе с терроризмом и экстремизмом. В котором работает его родной сын. То есть, Бабушкин, увидев видео, данное, хотя мы его предупреждали, что мы разместим данное видео. Мы предупреждали. Но ОВД России по городу Саргут продолжило беспредел в отношении Валентины и нас через пять дней. Нам пришлось выложить видео. И что делают семейства Бабушкиных? Они решают использовать административный ресурс отдела Т. Отдел по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Я и Евгений множество раз были в отделе Т. Нас вызывали туда. Непонятно по какой причине. Ну, наверное, они подумали так, что... Так, как их можно наказать? Ну, надо их по полной программе лучше всего. Чтобы другим не было повода ходить вот так вот с видео куда-то. Ну, и, наверное, решили задействовать отдел Т. Со всеми административными работниками. Их там человек 20. Начальник там Луценко Дмитрий был. Сейчас он почему-то является исполняющим обязанности отдела полиции номер 3. Вот, откуда вы видео видели только что. Позже нам стало известно, что Бабушкин Владимир Анатольевич и его сын это не единственные сотрудники, которые работают в МВД Сургута с фамилией Бабушкин. Есть еще Бабушкина Валентина Геннадьевна, специалист отдела кадров. И еще один некий Бабушкин, возможно, сын Бабушкина Владимира Анатольевича. То есть, вот такой семейный клан из четырех человек работает и трудится. Но я предполагаю собственное благо. Потому что, когда отец сам себя скомпрометировал, на его защиту встал майор отдел АТ Бабушкин Антон Владимирович. Именно он побывал дважды у меня в квартире при силовой поддержке ОМОНа. Первый раз они дверь не вынесли, но вынесли множество вещей на общую сумму около 400 тысяч рублей. Второй раз дверь вынесли. Видео об этом тоже есть на канале Сургутнадзор. Просто посмотрите на эти связи. Неужели вот это все не видит Ерохов, который сейчас якобы в отпуске, но на самом деле он в Сургуте, он уже при должности. Есть новости в интернете об этом. И неужели этого не видит Романица, который утверждает каждую должность. Вы куда смотрите? Куда смотрит прокуратура? Куда смотрит следственный комитет? Куда смотрит управление собственной безопасностью? Вот этого почему вы не видите? Вот эту связь признали официально. Это у нас ответ от заместителя начальника управления по ХМАО. Шабашев или Шабашев, не знаю. По выявленному вами факту прямого подчинения бабушкина АВ и бабушкина АВА приняты меры к его устранению в восстановленном законном порядке. То есть они вот из этих 12 связей признали только одно. Отец, сын, прямое подчинение. А как же вот это муж, жена, сын, мать, брат, брат, сын, мать. Вот эти связи где еще? Всего 12 родственных связей. Так что давайте, ребята, разбирайтесь. И вот вам в помощь такое обращение. Будет отправлено во все инстанции. Не только нами, но и сейчас выложим в интернет. Прошу нас поддержать прокуратуру, Следственный комитет, начальник УМВД по Югре, по России, ФСБ, в общественной организации. Обращение по факту мафиозных структур в рядах УМВД России по городу Сургут. 16.04.16.00 на электронный адрес человека Антона Николаевича Булгаков. После многочисленных обращений по факту незаконной службы в прямом подчинении в УМВД России по городу Сургут у семьи бабушкиных, поступило письмо из МВД России по Ахмау Югре с ответом сразу на 9 обращений за подписью заместительного начальника управления Шабашова, из которого следует, что по выявленному вами факту прямого подчинения, то есть, если бы я не занимался правозащитной деятельностью, если бы в течение года вот это все со мной не произошло, никто бы и не узнал, что там четверо бабушкиных работают, понимаете? Да даже двое бабушкиных, никто и знать не знал бы, понимаете? Вы можете себе представить ситуацию, вот, звонит отец там жене и говорит, слушай, что-то у нас там у нашего сына там какие-то проблемы на службе, подъщи, пожалуйста, там кандидатуру, чтобы ему легче было работать. Да, конечно, и бац, появляется еще один бабушки, их уже четверо работают, нормально? В помощь брату, брат принял на работу в помощь брату. Ну, это по-братски получается. Служим в МВД России по-братски. Так, приняты меры к его устранению в установленном законном порядке. Какие конкретные меры приняты и кому именно не сообщается? Так, в ходе журналистского расследования, правозащитнику и журналисту СМИ закон и порядок прямой эфир Антона Николаевича Булгакова стало известно, что в рядах у МВД России работает также жена Бабушкина Владимира Анатольевича и мать Бабушкина Антона Владимировича, специалист отдела кадров у МВД России по городу Сургуту, Бабушкина Валентина Геннадьевна, а также еще один родной сын Бабушкина Владимира Анатольевича по фамилии Бабушкин. Вот она схема. 12 родственных связь. У меня язык не поворачивается вот это вот все назвать управление Министерства внутренних дел. Это управление мафиозных бабушкиных дел. А вот другому не скажешь. Получается, что в рядах у МВД России по городу Сургуту служат и трудятся вот уже несколько лет, как минимум четверо сотрудников, имеющих прямые близкие родственные связи и прямое подчинение друг другу. Ну вот когда Ерохов в отпуске, получается, городом Сургут правит клан Бабушкина. Ну как это еще назвать? Мафия – это итальянское слово, означающее семья. Вот она семья. Возможно, в рядах у МВД России по хмау игре служат и больше родственников с фамилией Бабушкин-Бабушкина. Это легко проверить, составив список личного состава и сортировав его в алфавитном порядке, обратить внимание и проверить родственные связи, в первую очередь по фамилии Бабушкин-Бабушкина. Каким образом руководство МВД России по хмау игре приняло на работу как минимум троих сотрудников с одинаковой фамилией и близкими родственными связями в нарушении действующего законодательства? Ну каким образом? Ну все понятные схемы. Кто у них за прием сотрудников на работу отвечает? Кто? Бабушкина Валентина Геннадина. Из данного вопроса следует вывод, что руководство МВД России по хмау игре относится халатно к своим должностным обязанностям, полностью игнорирует действующие законодательства и годами скрывает факты присутствия мафиозных структур в своих рядах. Это относится к Ерохову и к Романице. Так, дальше следует то, что уже было опубликовано. Почитайте, это будет ссылка под видео приложена, что тут вообще происходило, как они мне двери выносили, как имущество вынесли, как меня пытали. Одевали пакет на голову, отбили всю печень, пытали электрошокером. Несколько задержаний было, мной заинтересовался отдел Т, полностью подключили административные ресурсы. Целый отдел Т занимался именно, ну и всем моим окружением. Вы что думаете, только меня вот кошмарят до сих пор? Все, да, все мои окружения, даже мне некоторые люди высказывают, которых я вообще просто случайно увидел на улице. Они мне потом высказывают, говорят, ты зачем вообще со мной поздоровался, потому что ко мне приходили сотрудники отдела Т и опрашивали меня. Ну, в общем, подтягивали по полной программе. Это что такое? Это весь отдел Т, что теперь будет все-все мое окружение кошмарить? И только из-за того, что Бабушкин сам себя оговорил? До настоящего времени надзорный орган прокуратуры ХМАО Югры так и не может ответить, как семейству Бабушкины в количестве как минимум четырех сотрудников удается игнорировать порядок прохождения службы в рядах МВД РФ. Так, на сотрудников органов внутренних дел РФ, федеральным законом от 30 ноября 2011 года, номер 342 ФЗ о службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ дали законам службы 27 февраля 2011 года, номер 3 ФЗ о полиции дали законам полиции, а от 25 декабря 2008 года, номер 273 ФЗ о противодействии коррупции дали законам противодействия коррупции от 27, это вот все законы, которые не нарушили, понимаете? Это полнейший беспредел, вы посмотрите, они сами свои законы нарушают, по полной программе, создали мафиозные структуры в своих рядах. Так, далее закон о запрете иметь счета в иностранных банках, так, налагаются ограничения и запреты, связанные со службой в органах внутренних дел. В соответствии с пунктом 12, части 1, статьи 3.12 Закона о службе сотрудника, обязан соблюдать установленный ФЗ о ограничении и запреты. Обратите внимание, обязан, то есть должностное лицо, которое обязано соблюдать законы, нарушая свои должностные обязанности, то есть нарушает долг перед общественностью, нарушает клятву, нарушает присягу, неоднократно, в течение множества лет, за что им налоги платят, за что мы им налоги платим, ведь они же зарплаты получают из наших налогов сами. Сотрудник и гражданин, поступивший на службу в органы внутренних дел, при заключении контракта, прохождении службы в органах внутренних дел, далее контракт, обязан соблюдать ограничения и запреты, связанные со службой в органы внутренних дел, часть 3, статьи 21 Закона о службе. Обязан. Клятву давал, присягу давал, значит обязан. Деньги получил из наших налогов, значит должен, обязан. Ограничения и запреты, установленные законом о службе и законом полиции. В соответствии с частью 1, статьи 14 Закона о службе на сотрудников органов внутренних дел, распространяется ограничение обязанностей и запреты, связанные со службой в органах внутренних дел, установленной статьей 29 Закона о полиции. Согласно части 1, статьи 29 Закона о полиции, сотрудник полиции не может находиться на службе в следующих случаях. Близкое расстроили свойства. Родители, супруги, дети, братья. Вот родители, супруги, дети, братья. Вот это все нарушено. Вот так даже выделю. А также братья, сестры, родители, дети, супругов и супруги детей. Дети, супругов. Родители. Вот это все нарушено. Как минимум это нарушено, понимаете? А возможно еще и вот это все нарушено. Сотрудникам, если замещение должности связано с непосредственной подчиненностью и подконтрольностью одного из них другому. Еще раз картинку смотрим. На время отпуска Ерохова главным по городу Сурготу становится в Рио-Ерохово Бабушкин Владимир Анатольевич. И в его прямом подчинении находится жена, сын и еще один сын подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. Данные требования сотрудники полиции Бабушкин А.В., Бабушкин В.А., Бабушкина В.Г. и Бабушкин полностью игнорирует, а в прокуратурах МАО и в ГРИ никак не желает реагировать на данные нарушения. Пользуясь своей безнаказанностью, семейство Бабушкиных будет продолжать незаконное преследование Антона Николаевича Булгакова, пока не добьется поставленной цели, физического его устранения. Ну, вы сами видели в видео, они искали труп в моей квартире. Либо труп, либо неадекватный там какой-то мужчина, который бегал по подъезду и кричал. Ну, либо в дурку, либо в лес, как они мне угрожали. Данные угрозы сотрудники АСО УР по линии ТМВД России по городу Сургуту незакратно высказывали во время пыток после задержания 25 сентября Антона Николаевича Булгакова. А так как им никто не мешает и не собирается мешать, и никто не собирается наказывать их, сотрудники АСО УР по линии ТМВД России по Сургуту планомерно притворяют жить свои угрозы. Дверь вынесли, пытки, пытки применяли, в дурку сдали. Как проходил взлом двери в квартиру Антона Николаевича Булгакова? Видео выложено на ее странице по адресу. Можете сами посмотреть. Ютуб канал Сургутнадзор. На основании изложенного руководства статьей 141 УПК РФ требует организовать проведение полной и объективной проверки в порядке ст. 144-45 УПК РФ по городу Сургуту Следственным комитетом РФ по всем фактам изложенного в данном обращении заявителя принять меры к устранению фактов прямого подчинения семестров Бабушкиных в установленном законном порядке провести проверку в отношении руководства МВД России по хмавой игре по факту незаконного принятия на работу близких родственников с фамилией Бабушкин Бабушкина принятом решение сообщить на почту дали скриншот с даты получения ответа и копия ответа на одной странице все народ вот берете переходите по ссылочке под видео меняйте данные которые выделены зеленым и ну тут шапки немного да дату меняйте не знаю когда вы будете отправлять когда увидите это видео поэтому все помечаю зеленым исходящий тоже свой назначаете какой вам удобно чтобы отслежать и далее меняйте то что выделено зеленым подставлять свои данные и отправляйте вот по этим ссылочкам переходите там все просто отправляете ждете ответа так добавил адреса думы города сургота и думы хмао югры тоже отправляйте депутатские депутатские запросы за требования отрабатываются сразу добавил домашний адрес телефон вы можете не сообщать им эти данные свои это на ваше усмотрение по данному факту был написан пост на страничке сургут надзор документ приложен часть документа ну и фотографии тоже также был создан новый канал сургут надзор 2 это видео будет выложено там не удивляйтесь если вы подписаны на канал сургут надзор вольный сургут просьба подписаться и и вот на этот канал сургут надзор 2 называется он последующим будет монетизирован потому что и мне и моим соратникам моим друзьям против которых происходит беспредел тоже нуждаются в помощи ваша помощь по реквизитам которые указаны в шапке данной группы вот здесь они просьба помочь принимаем благодарности в дар по сути из дома я вышел в том что было сейчас меня нет ни летней одежды не средств существованию квартира в по-прежнему в таком состоянии то есть дверная коробка вместе с дверью вынесена в обратную сторону дверь открывается вот сюда также как и вот это но вы видите что коробка просто стоит сторонке вот такие дела творятся в городе сургуте под покровительством ерохова и романицы по сути змея укусила себя за хвост то есть признали вот эту связь только одну хорошо дальше вот эти вот связи тоже нужно раскручивать выявляйте проверяйте принимайте меры конкретные и говори сообщайте народу что вы конкретно сделали кстати иск в суд я подавал нам его завернули естественно сославшись что типа нету доказательств что вещи мне принадлежат но теперь у нас едите доказательства есть и мы заново будем подавать иск не открутитесь будем добиваться возврата вещей и не надо мне приглашать в кабинет где меня пытали кабинет 404 где меня одевали пакет на голову пытали электрошокером и отбили всю печень где взяли вещи туда и верните заодно и двери на место поставьте нет ремонтируйте ее и не только мне ну и соседки а также дверь в тамбур на которой мы уже потратили 7000 и чеки и все есть ребята давайте трудиться отрабатывайте блочные налоги